Всем привет! И с вами Маш-Маш! Так, орать нельзя, потому что в доме уже все спят. Фу, пыль, не летай. Это видео посвящается 20 дополнительным фактам обо мне. Эффект. Я знаю, я до сих пор не научилась добавлять эффекты красивые, поэтому... Пш-пш-пш-пш! Я так давно не сидела перед камерой, и я так просто... Воу, камера, привет! И нет, в этих фактах вы не узнаете, какого я роста и сколько мне лет, или сколько я вешу. Потому что мне кажется, что вам не обязательно знать... Ладно, еще... Ладно, возраст мне 17 лет. Хорошо. Через несколько месяцев будет 18. У меня проснулась с недавних пор любовь к носкам, типа, ой, боже мой. И знаете, почему она вообще проснулась? Потому что я снимала HP для своего канала, и она все время рекламировала там свои носки. И я такая, блин, я вот при монтаже, я все время на них смотрела, думаю, а реально крутые носки. Типа, это же как-то фишечка человека, типа, крутые носки. И я тоже такую фишечку хочу иметь, и поэтому я начала любить носки. Посмотрите, какие крутые носки. Это новые носки. Вот, я завтра пойду в них, вот, посмотрите на эти носки. И просто покорю. И скажу, вот, видишь, у нас реально... Вот, если мы пишут мне HP иногда, то вот только про носки. Смотрите, какие они крутые, они прозрачные, они прозрачные, типа, вообще... Я обожаю вены. На руках. У меня есть фотография даже, я ее не знаю, я прикреплю ее где-то здесь, вот она. Типа, я такая, господи, у меня вены надо запечатлеть. Я ужасно боюсь летать на самолетах, вот прям до ужастиков, до ниточек, до ужастиков, до всего. И я планировала полететь в Японию этим летом, если откроют границу. Ну, в планах. И самостоятельно именно одна. Поэтому я купила вот такую вот ручку. На Хэллоуин продавались. Чтобы знать, когда лететь, вот так вот держать ее, чтобы не бояться. Я приобрела такую полезную вещь в своей жизни. Это, возможно, будет очень странный факт, но я хочу, чтобы вы о нем знали и жили с этой информацией. Я сплю с открытыми глазами. И буквально мой зрачок, он шевелится, типа, он может шевелиться туда-сюда, когда я сплю. И поэтому моя мама, она все время не понимает, когда я сплю, а когда я не сплю. И она со мной может разговаривать, и я просто могу в этот момент спать, и она даже не поймет этого. Представляете, у меня вот традиция есть в моем организме. Каждый Новый год болеть и температурить. Вот просто каждый Новый год. И этот год, конечно, был не исключением. Конечно, исключение есть везде, только не в моем организме. Он не придает своих принципов. Поэтому в Новый год я была с температурой. С высокой температурой. А потом на следующий день, все, все, здоровый человек. Значит, в школу идем. Я не записываю имена людей в контактах. Я вообще рада, что у меня мама записана в контактах. Это уже хорошо. Потому что другие люди, я их просто запоминаю по номеру телефона. Из этого мы перетекаем в другой факт. Я не проверяю ни медием, ни сообщения. Вообще ничего. Вы это видите? Вы видите, это 146 непрочитанных сообщений. Вы понимаете, какой там завал просто идет? И там еще никто не подписан, там просто рандомные номера. Но я вот просто не могу их проверить. Мне нужно морально подготовиться, чтобы ответить на сообщения. Даже это и самое лимитарное. Типа мне очень недавно написала. Маш, почисти... Почисти... Почисти? Да. Маш, почисти горшок кошки. И я просто морально не могу ответить на это сообщение. Типа, да, я почищу. И я не ответила. И я не почистила. И нет, не потому, что я не хотела чистить горшок кошки. Я просто морально была не готова к этому. И к чистке, и к ответу. Да. Поэтому я иногда думаю, что отношение на расстоянии это не мой конек будет. Типа, вообще, с пролетом. Сильно. Этот факт ответит на вопрос многих. Я думаю, на двух языках. Ну, то есть, не одновременно. Ну, или одновременно. Не совсем одновременно. Я не знаю. То есть, когда, например, я сплю, это вообще какой-то дурдом, честно сказать. То есть, я могу говорить на русском языке, а со мной люди разговаривают на английском языке. Иногда всё наоборот. И вот так вот на двух языках мы общаемся, там как-то пытаемся. А вот, например, в школе я больше, наверное, думаю на английском языке, потому что большинство терминов, которых я уже изучила, да, на протяжении четырёх или трёх лет в хай-скул, я совершенно не знаю, как их сказать на русском языке. Вот, совершенно не знаю. Особенно анатомия, химия, калькулюс. Я даже калькулюс не знаю, как толком сказать на русском языке. Типа, я его так всё время называю. Калькулюс. Что это? Математический анализ, кажется, да. Но когда дело заходит, например, как красиво написать стихотворение или сочинение, или, я не знаю, вообще любое что-то написать или рассказать как-то красиво, я, конечно, думаю больше на русском языке, потому что у меня... Я в детстве очень была любознательным ребёнком. Я любила литературу, я увлекалась ей. И многие учителя, им нравилось читать мои рассказы, и они отправляли их на конкурсы различные, и меня выбирали тоже там в проекты, там, в стихотворение конкурс я выигрывала различные. Много чего происходило в этой сфере. И поэтому, мне кажется, у меня очень хороший русский язык именно в красоте. Как его излагать. Понятно выразилось? Надеюсь. Красота-то какая! Лепота! Я часто могу соперничать с людьми. И неважно, друг это или не друг, вот в этом вся моя проблема, наверное, которую я пыталась искоренить, искореняю до сих пор. И она, мне кажется, возникла из-за того, что я занималась фигурным катанием, профессиональным 6 лет. Со мной ходила на каток моя лучшая подруга, но когда мы всё время выходили на лёд, из нас превращали таких соперников, что мы должны именно... Особенно если в одном и том же разряде, это вообще страшный сон какой-то, типа на соревнованиях вы с друг другом соревнуетесь, вы пытаетесь друг друга обойти. И в то же время вы, то есть, дружите, когда вы не на льду. Я помню, тренера любили очень часто использовать вот эту грань дружбы на льду. Например, мы, помню, делали какое-то новое движение, где нужно было выкрутить двойной. На двух ногах мы только тогда учились двойные делать. И я не могла никак его выкрутить. То есть, у меня полтора-полтора-полтора получались. И поэтому тренер подошёл ко мне и сказал, что вот моя лучшая подруга, а мы в разные смены ходили на котов, она уже давно прыгает, типа, ты двойной, а ты до сих пор здесь штаны катаешь. Типа, давай, соберись и прыгай. И после этого, представляете, что я выпрыгнула. После этого тренер ко мне подходит, говорит, я пошутила. То есть, вы понимаете, она просто сыграла на моих детских чувствах. И это было, однако, немножко жестоко, как мне кажется. И с моей стороны тоже, потому что я только потому, что типа, подруга впереди меня, что, как это вообще? Нет, этого не может быть. Я начала делать упражнения. Но это спорт, и особенно в таком, как фигурное катание, там присутствовать, это такая жест... Ну, она может, да, присутствовать, такая жестокость, потому что это спорт. И там без нее практически нельзя. Из-за этого, когда я покинула фигурное катание, мне было очень тяжело влиться в нормальную среду детей и дружбы. То есть, я не понимала, как можно дружить и не соперничать. Как так? Это вообще возможно? Мне было очень тяжело поначалу. Я могла бы быть хирургом. У меня когда был тик-ток, там были такие аккаунты именно хирургов, настоящих врачей американских, которые вживую проводили операции. Типа, знаете, там все резали, вырезали, лили, заталкивали. Короче, все прям так вживую снималось. И этот контент не запрещается, как ни странно. И я такая, вау, как интересно. Когда мы недавно с классом по анатомии ездили в морг, все такие просто стоят, докладывая, и белеют, и падают с ног, у них ноги трясутся. И я такая, воу. А мне интересно. Я еще так, типа, смотрю на это, все такие, пух, как воняет. Я такая, ну да, воняет, но это ж интересно, типа, ребят. И в то же время я вспоминаю, что я очень сильно любила до долгого времени смотреть лунтика. Вот это у меня разнообразие, понимаете? Кишки и лунтик. Вау. Я странный человек. Сплю еще с открытыми глазами. Ё-моё. У меня никогда не было серьезных отношений. Да, даже не серьезных. Вообще никаких отношений у меня не было. И нет, я не чувствую себя одиноко совершенно. Типа, по моим предыдущим фактам, мы могли уже понять, что у меня совершенно со своей личностью не одиноко. На самом деле, именно в моем случае, я для себя не вижу перспектив в подростковых отношениях. Потому что я понимаю, что они у меня явно долго не задержатся. Представим, что вот у меня есть парень. Ну, я иногда так делаю, знаю. Господи. Ну, представим, ну вот есть он. Так, стоп, ну это ж надо писать теперь. А вот как вы поняли, я не спец в переписках. И я такая, так, ладно. Когда у вас были первые отношения? Мне просто интересно. Вообще, если мне не изменяет память, меня впервые называла Машмаш Анна Мария. И вот меня стали так многие называть. И так произошел мой канал. Угу. Я не тусовщик. Меня много куда могут приглашать на вечеринки, какие-то мероприятия, встречи. Но я буду отказываться в большинстве случаев. В этих фактах я могу сказать, что я буду учиться в США. Планы на жизнь немножко поменялись. Возможно, я буду учиться в Японии или в Корее. Так как мне поступило предложение, от которого я не могу отказаться. Ну, как отказаться? Как бы мне нужно еще попасть, что-то там быть. Но мне сами предложили. А, запутанная. Я не знаю, моя здесь слишком запутанная. Я не знаю, куда меня заведет она. Хи-хи. У меня нет тиктока. Точнее, он у меня появляется иногда на 3 дня, но потом он сразу удаляется. И я залила туда свое первое видео. Ну, типа, просто для веселья. На следующий день оно набрало, я не знаю, сколько тысяч просмотров, но оно залетело в тренды. Меня это так испугало. Я так испугалась, что, типа, господи, у меня люди смотрят, и нет, и я еще не знаю этих людей. Я удалила, короче, и аккаунты, и тикток, и вообще все подряд. И после этого у меня долго тиктока не было, потом я его опять загрузила и удалила. В общем, теперь у меня его нет. Я ненавижу шопинг, просто терпеть не могу. Я не знаю, у меня... Я когда провожу больше, чем, я не знаю, 38 минут на шопинге, у меня отнимается все, ноги, руки, голова, вообще все, мозги в том числе. Даже если я себе что-то покупаю, это не приносит мне удовольствия, потому что я уже устала, я хочу спать, я хочу есть, я хочу домой. Поэтому шопинг нет ни за что и никогда. Я совершенно не умею готовить. У меня мама, когда все время видит на кухне, она просто перекрестивает меня и говорит, Маша, уйди оттуда, уйди, не суйся, не нужно. И я так понял, принял. И она это говорит по делу, потому что она знает, что я уже совершала на этой кухне. И мне там лучше действительно не появляться. И я действительно не люблю готовить. Я не хочу даже учиться готовить. Мне проще действительно просто нажать на кнопку, заказать и съесть. И это будет вкусно и безопасно. Если тебе понравилось это видео, поставь мне палец вверх, подпишись на мой канал, в комментариях оставь три факта интересных о себе, потому что прибавилось много аудитории с моего того видео последнего факта по мне. И мне интересно узнать свою новую аудиторию, что там и как. А если вы моя старая аудитория, напишите свои три факта дополнительных о себе, которых я еще не знала. Чуть не забыла про колокольчик. Жмякни его. Ну на этом все. А я пошел спать.